Добрый день! Меня зовут Валентин Хохлот. Это очередной выпуск из цикла об истории средних веков. Третий сезон мы говорим об истории Британии, вернее британских островов, потому что сейчас мы перешли ко второму острову, к Ирландии. Вот это заключительные выпуски, посвященные истории этой довольно мало знакомой нам страны. И в прошлый раз мы поговорили о самом раннем периоде истории Ирландии до нашествия викингов, а сейчас продолжим вот с этого момента. Прежде чем перейти к этому выпуску, я хочу напомнить, что у меня есть страничка на сайте Patreon.com, касая V-A-L подчеркивание K-H-O-K-H-L-O-V. Присоединяйтесь к моему сообществу и также подписывайтесь на мой канал в YouTube, который можно найти по моему имени Вал Кохлот. Моим источником для данных выпусков является книга Alice Topford Green «История Ирландского государства», которая покрывает период до 2016 года. Вот мы как раз пройдемся до этого года и немножко я расскажу о том, что было после, ну по тем данным, которые есть в общем-то на Википедии. Так что там ничего какого-то особо эксклюзивного не будет. Но пока мы следуем в контексте книги Green, и вот мы подошли к середине IX века, это период нашествия викингов и на Англию, на вообще Британские острова и на другие прибрежные регионы Европы. Значит, это, конечно же, не обошло Ирландию. Где-то уже на протяжении 1200 лет к тому времени остров не знал каких-то крупномасштабных вторжений извне. После того, как гельские племена, то есть вот эта волна кельтского вторжения, она закончилась покорением Ирландии геллами. Значит, и после этого жители острова практически не имели контакта с внешним миром за пределами британских островов. Вот это вот интересно. Значит, у ирландцев было слово гайл. Видимо, оно происходит от названия страны Галлия, потому что это была ближайшая страна за пределами британских островов, с которыми имели контакты ирландцы. И вот этим словом гайл, то есть гау, ирландцы обозначали всякого иностранца. Разумеется, за исключением жителей британских островов, которые иностранцами, в общем-то, не считались. То есть пикты, брикты, англы, саксы. Это было для них понятно. А вот все остальное это были гайлы. Значит, и вот этот уютный такой мирок на отшибе Европы подвергается набегам нового неизвестного врага викингов. В первую очередь это норвежские, ну и также датские викинги. И ирландцы называли их генти, то есть язычники. А также они называли их лохлайнайг. Но все же наиболее распространенными оказались еще два термина. Это финнгайл и дубгайл. Финнгайл буквально обозначает светлый гау. И этим словом ирландцы обозначали светловолосых норвежцев. А дубгайл обозначает темный гау и буквально обозначает. А этим словом ирландцы обозначали темноволосых датчан. Ну, финн это светлый, дуб это темный, гайл это, понятно, это галл, но в этом контексте иностранец. Так вот, первое упоминание о том, что викинги доплыли до Ирландии, посещали берега, относятся к 679 году. В то время еще на северном море господствовали фризы, и викинги там вели себя довольно мирно. По крайней мере, набегов таких не было. Когда мы говорили о набегах на Англию, то там упоминали о том, что, скорее всего, именно покорение земель фризов франками, это произошло в начале 8 века, где-то к середине 8 века, так, Карл Мартелл, например, короткий. Значит, то, после того, как фризы были покорены, господство на море, доминирование на море постепенно перешло к викингам, потому что у франков такого флота мощного не было. Ну, это, разумеется, викинги не в одночасти завладели морями, поэтому мы видим некоторый такой временной лаг, по всей видимости. Где-то уже в конце 8 века, это 795 год, затем, начало 9 века, 807 год, появляется первое сведение о набегах викингов, которые пребывали со стороны Шотландии. То есть, скорее всего, они Шотландию к тому времени, западное побережье освоили, и перешли к Ирландии. Вот в летописях встречается слово Генти, как раз для тех, кто совершал набеги в эти годы. Затем, в 811 и 812 год, они опять появляются у берегов Ульстера, и даже далеко на западе у Мунстера. В 827 году Генти грабят побережье Лейнстера. В 832 году предводитель викингов Тургейл захватывает город Армахт в Северной Ирландии, довольно важный центр того региона. В 833 году викинги нападают на монастырь Клон-Далкин, вблизи Темного озера. По-гельски Темное озеро это Дуб-Лин. Кстати, тот же корень, что вот мы уже говорили, Дуб-Темный. Вот Дуб-Лин, Темное озеро, там викинги основывают свое поселение, постоянное поселение, которое вырастает в город, который мы знаем теперь как Дублин, столицу нынешней Ирландии. Вот так этот город образовался, этот викинги его основали возле этого Темного озера, оно и по названию Дублин. На протяжении 50 лет, между 790 и 840 годами, ну условно, плюс-минус, викинги постепенно изучают географию британских островов. Они осели на мелких островах, на аркнейских, на гибридских, шотландских, на острове Мэн и на западе нынешней Шотландии. Значит, в 830-х годах уже первое постоянное поселение викингов основывается в Ирландии. Ну первым, видимо, было поселение в Аннагасане, ну теперь это какая-то там мелкая деревушка, а второе это в Дублине, соответственно, самый большой нынешний город из столицы Ирландии. Оттуда из этих вот мест начинаются уже сухопутные набеги. На земле королевство Миде, потому что, ну это вот наиболее близкое королевство к Дублину. Как мы говорили, Дублин возник на границе, ну мы об этом еще поговорим, Миде и Лайнстера. Значит, в 849 году большой флот норвежских викингов прибыл в район как раз вот Дублина. И с тех пор Дублин стал главным центром. В 851 году туда же прибыл флот датских викингов, ну скорее всего датских, потому что в летописях они обозначены как Дубгайл. Значит, и они разбили Фингайл, то есть норвежцев. И вот так, по крайней мере, гласят предания ирландские. Впрочем, затем норвежцы отыгрались, победили Данов в 853 году. И предводителем вот этих норвежских викингов был Олаф Апагельски Амлай. Ну это тоже имя, только вот ирландцы так переначали на свой лад. Вот этот вот Олаф прибыл из Скандинавии, жившие в Ирландии поселенцы викинги признали его своим королем. Впрочем, править он стал не сам, а вот у него еще был соправитель, ну как бы такой младший партнер, которого звали Имар или же Ивар. Вот та легкость, с которой викинги обосновались в районе Дублина, по всей видимости, объясняется тем, что ирландцы никогда не жили в этом районе. На самом деле это такие болотистые берега в низовьях реки Лифи, как раз вот уже устья этой реки. Оно было на границе двух королевств Южных Индел, то есть Ниде и Лейнстера. И как бы не там, не там это не был такой регион центральный. Он был где-то на отшибе, на периферии, плюс оболоченный, ну неинтересный для ирландцев. А викингов, наоборот, он привлек тем, что находится как бы в центре, занимает центральное положение в Ирландском море. Оттуда удобно совершать набеги на разные побережья. Ну и не было сопротивления. Поэтому викинги начали там обосновались и начали довольно жестко грабить остров. Хотя не без сопротивлений со стороны ирландцев. Вот несмотря на мирный характер своей жизни в 6, 7, 8 веках, ирландцы оказывали сопротивление этим завоевателям. Вот мы упоминали в прошлый раз верховного короля Ниела Кайлы, который в 833-846 годах правил. И он побеждал викингов. Тот же вот предводитель Тургейл, который арму завоевал, он позднее попал в плен к королю Ниде Майлу Сехнайлу. По-моему, это премник Ниела Кайлы. И вот ирландцы казнили этого Тургейла по своему обычаю. Его утопили в озере Лох-Овал. В 846 году вот этот Майл Сехнайл стал верховным королем. В 848 он одержал победу над викингами Уфороха и обезглавил 700 захватчиков. Побеждали викингов и южане, особенно под предводительством упомянутого ранее короля Фейдли Мидда. Вот тот самый, который объединил на некоторое время под своей властью Мунстер и Лейнстер. И даже там с Ниелом Кайлой соперничал за верховную власть. Впрочем, и Фейдли Мидд, и Ниел Кайлой, они воевали по отдельности. С викингами они, конечно, объединиться не могли. Они были соперниками. Ну, как вот я уже говорил в прошлый раз, Ниел Кайлой в конце концов Фейдли Мидда победил. Ниел и Ниел сохранили верховную корону. Но, тем не менее, это оба были выдающиеся правители Ирландии. И они умерли почти одновременно, Ниел, в 846 году, в смысле Ниел Кайла. А Фейдли Мидд в 847 году. И вот тогда действительно на трон верховного короля преемником Ниела Кайла стал еще один представитель дома Ниел, Майл Сехнайл. И его в летописях называют королем всей Ирландии. В отличие от прежних верховных королей, которых называли королями Тары. В 850 году этот вот Майл Сехнайл по приговору Совета казнил сына короля Коннахта, якобы за то, что тот вступил в союз с викингами. В 855 году этот же Майл перешел границы Мунстера, взял множество заложников и подчинил себе Южное Королевство. Наконец, в 860 году Майл ведет объединенное войско Мунстера, Лейнстера и Коннахта в арму. В знак того, что под своей верховной властью он объединил всю Ирландию. Однако Майл Сехнайл правил недолго. Единолично он умирает в 862 году. Власть в Таре переходит к королю Айлыха Аэду Финляху, сыну Ниела Кайла. То есть другой ветви рода Ниел. Аэт продолжает борьбу своего отца и также своего предшественника Майла против викингов. А ими по-прежнему правят Олаф и Ивар. К тому времени викинги стали силой, которую использовали короли разных регионов Ирландии в своих целях. В этой вот сложной такой междоусобной уже борьбе Аэт одерживает определенные победы. К концу его правления экспансия викингов останавливается. Но они прочно закрепляются в устье реки Лиффит, ну то есть в Дублине. Также контролируют несколько небольших анклавов по побережью. Но внутрь острова все-таки ирландцы их не пускают. Олаф и Ивар тогда обращают свое внимание на Великобританию. Воюют в землях Иктов, то есть там на севере. И на севере также Англии. И когда Олаф возвращается в 871 году в Ирландию, чтобы совершить набеги на коннах и мунстерах, то он терпит поражение и гибнет в бою. И королем викингов Дублине остается Ивар. Вот он основывает ту самую династию и Ивар, представители которой в 9-10 веке правят в Дублине и в Йорке. Это вот те ситрики, это Рагнал и Олафы, о которых мы говорили в выпуске номер 5 об истории Англии. Основатель династии Ивар умер в 873 году. Его преемником сначала был сын Олафа, а потом к власти приходят сыновья самого Ивара. И вот они же правят в Дублине в 10 веке. Значит, с 876 года в Ирландии начинается такой 40-летний период относительно мирного существования. Ну вот в начале 10 века, в 901-908 годах в Мунстере правит король-епископ Кормак Маккуилен. Он по своей власти и влиянию мало чем уступал верховному королю. В годы его правления писался такая знаменитая книга Псалты Кэшелла и знаменитая книга прав. Это такой поэтико-правовой документ, который описывал состояние королевства, права и обязанности подчиненных Кормаку королей и так далее. В 908 году Кормак вторгся в Лейнстер. Возможно, чтобы предъявить свои права на один из монастырей, которые когда-то основали кто-то из дома королей Мунстера. Но вот навстречу ему вышло не только войско Лейнстера, но и верховный король Флан Синна. Кормак потерпел поражение, солдаты противника стащили его с лошади и обезглавили. Но трагизм ситуации заключался в том, что вряд ли верховный король хотел смерти Кормака. Еще до того, как тот был посвящен сам епископа, Кормак женился на дочери Флана Синны. Со смертью Кормака Дон Эоганахте слабеет. И спустя шесть лет викинги без боя занимают Уотерфорд. Потом, когда знаменитый предводитель викингов Ролла становится первым герцогом Нормандии. Вот Карл Простоватый ему выделил это герцогство на севере Франции нынешней. То там многие из викингов осели, конечно же. Но не все. Те, кто не захотел вести такую оседлую жизнь в Нормандии, обратили свое внимание на берега как раз Ирландские. На берега Британских Ростовов, в частности Ирландию. Ну и кроме того, между 1915 и 1920 годами викинги Даны занимают Лимарик и некоторые другие города. А в Кэшеле вынуждены платить им дать. Существует легенда о том, что Келлахан, последний король Мунстера из дома Эоганахты, был захвачен Ситриком, королем Дублина, внуком Иваром. В качестве пытки был привязан к мачте корабля. Оттуда он мог наблюдать приближение ирландского флота, который разбил викингов и освободил Келлахана. Было это на самом деле или нет, мы в общем-то не знаем. Но вот король Келлахана он существовал и умер в 954 году. Значит, в северных королевствах, после смерти верховного короля Флан Синны, в 1916 году приходит власть Нел Глундук. Он пытался воевать с викингами. Сначала он пошел в поход на Отерфорт, это на юге Ирландии, потерпел поражение. В 1918 году идет в новый поход, на этот раз против Ситрика, короля Дублина, и на берегах Липфи терпел второе поражение. В этой битве Нел был смертельно ранен. Так его краткое правление завершилось. Но, к слову, потомки у него остались. Вот этот ветвь дома Нел, она взяла себе потом фамилию О'Нил. Вот первым человеком, который взял фамилию О'Нил, был внук этого Нела, король Доманал, который правил в 956-980 годах. Значит, в 1919 году ирландцы еще раз пытаются выбить викингов из Дублина, опять неудачно. С 1920 года викинги переходят в контрнаступление. Начинается жестокое разграбление севера Ирландии. Значит, новый верховный король Донхат из южных Нел повел себя не очень решительно. И сопротивление ирландцам возглавил сын Нела Глундуба Муйхертах, который его прозвали Кожаный Плащ. Ну, я помню, что на престоле Тары по традиции очередовались представители северных и южных Иньел. Так вот, на троне был человек из южных Иньел, а принц из северных Иньел, он был как бы вторым на очереди. Или первым на очереди. Ну, как бы преемником, можно так сказать. Но, поскольку викинги в первую очередь совершали набеги на Айлах, на северное королевство, то Муйхертах и возглавил сопротивление, дал наиболее решительный отпор в 930-х годах. Иногда он берет верх, иногда викинги. В 939-м они даже Муйхертаха захватили в плен, затем ирландцы выкупили короля. В общем, такая была борьба. А титул Кожаный Плащ или прозвище, скорее, он получил за кампанию 941-го года. Вот он впервые решил совершить рейд зимой. Зимой до того не воевали. Значит, он попробовал. Зима была снежной. Флот викингов там вмерз в море, можно сказать. А Муйхертах, чтобы там его воины не носили, он повелел сшить плащи из обработанной кожи. И в ходе рейда ему удалось подчинить королей Лейнстера, Мунстера, которые тогда как-то с викингами вели определенную игру. Но он привел их к подчинению Верховному Королю. И в итоге вся Ирландия была приведена к покорности Верховному Королю Донхаду. Но сам Муйхертах не смог воспользоваться плодами вот этого своего рейда. Потому что 4 марта 1943 года он был убит. А в следующем 1944 году умер Верховный Король Донхад. Значит, таким образом главы и Южных, и Северных Ингел ушли из жизни. Следующим должен был бы наследовать престол Тары человек из Северных Ингел. Но из-за того, что Муйхертах погиб, то вне очереди корону получил представитель Южных Ингел Конгалах. Он продолжил войну с викингами, опять же с переменным успехом. Пал в битву в 1956 году. И вот тогда уже на трон Тары восходит представитель Северных Ингел, уже упомянутый, сын Муйхертаха. Вот он правил довольно долго, с 1956 по 1980 год. И тоже сражался с викингами. Ну, как и в случае Англии, такое долгое соседство двух народов, в котором ни один не смог окончательно подчинить себе другой, ну, приводит к возникновению, к установлению некоторых связей между ними. И со второй половины X века, помимо военных действий, начинаются и торговые связи, и смешанные браки. И если до 951 года викинги все-таки оставались язычниками в основном, то король Олаф Ситриксон, это вот мы уже упоминали его в выпуске номер 5 этого сезона, он в Йорке правил между 1941 и 1952 годами несколько раз. В Ирландии, кстати, его называют Амлайб Кварам. Ну, мы его называли там Олаф Ситриксон. Так вот этот Олаф женил, крестился. Значит, и правил он в Дублине довольно долго. После того, как его из Йорка выкинули, он в Дублине все-таки смог удержаться до 980 года. И вот его это долгое правление привело к тому, что приняли у христианства также множество викингов. 980 год вообще стал такой знаменательной вехой в истории Ирландии. Дело в том, что вот верховный король Майл Сехнайл, который сменил Доннала на троне в Таре, одержал решительную победу над Олафом Ситриксоном. И хотя Олаф остался в живых, но потерял власть и там удалился в монастырь на острове Айон. Значит, сын и наследник Олафа погиб. Поэтому Дублин был захвачен Майлом Сехнайлом. Ну и когда казалось, что такая вековая мечта дома не осуществилась, то на юге возник новый грозный соперник. Дело в том, что трон Мунстера в свечереды слабых правителей занял один из наиболее знаковых персонажей в ирландской истории Брайан Бору. Если в 999 году Майл и Брайан совместно переводят к покойности короля Лейнстера, который вошел в союз с викингами, то уже в 1002 году Брайан Бора совершает немыслимо. Он свергает Майла и становится верховным королем, причем до самой своей смерти в 1016 году. И вот это действие не оспаривалось представителями дома Ингел. Настолько могущественным был Брайан Бору. Вообще сам вот этот Брайан Бору происходил из дома мелких королей в Мунстере. Он родился в 941 году, когда правящий в регионе дом Эоганахты был уже в упадке. В 964 году старший брат Брайана захватил Кэшел, стал править Мунстером. Брайан помогал ему в походах против викингов, ну вот на Лимерик они ходили и так далее. В 976 году брат вот этого Брайана попал в руки одного из представителей дома Эоганахты и был казнен, потому что те считали, что он узурпаток. Но Брайан отомстил, он разбил этого короля. Вот дом Эоганахты был окончательно отодвинут на второй план, хотя сохранился. И вот четверть века Брайан Бору правил в Мунстере между 976 и 1002 годами. И, конечно, за это время он очень сильно укрепил свою власть. Значит, он проводил разумную политику, стремился королевство свое опультуривать. В этом плане его сравнивали с Карлом Великим. Но постепенно амбиции Брайана начали распространяться на соседние земли. Около 1000 года Брайан вошел в союз с королем Лейнстера, с викингами Дублина. Впервые бросил вызов королю Майлу. Далее он искусно отрезал Майла от его союзников, королей Коннахта. В 1002 году Брайан идет на Тару. Майл пытается заручиться поддержкой других представителей дома Ингелл. Безуспешно. И в результате ему пришлось ехать к Брайану на поклон и передавать ему корону Верховного Короля. Ну, условно корону. Имеется ввиду власть Верховного Короля. Так, в 1002 году Брайан Горрес стал правителем всей Ирландии. И он даже принял титул императора Скотта. Грин считает, что тем самым Брайан пытался создать куда более централизованное государство в Ирландии. В которой до того не было такой централизации. И в этой империи вроде как должны были мирно сосуществовать разные народы, которые жили на территории Русского. Против Брайана выступил Майл Морда, король Лейнстера. Ну, плюс отношения с Майлом, с Эхнайлом, который был как бы сверху с трона Верховного Короля, тоже не были такими уж безоблачными. И в результате 23 апреля 1014 года, в Страстную Пятницу, войско Майла Морды под Дублином напало на отряд Брайана. Старый Верховный Король, ну, ему было уже много лет, он не хотел воевать в праздник. Ему пришлось, в итоге он был разбит. Сам Брайан и его сын-наследник погибли. И большая часть королевского рода тоже. Таким образом, первая попытка изменить статус-кво в Ирландии провалилась. После его гибели на трон вернулся Майл Сэхнайл, но ситуация все-таки не вернулась в прежнее русло. Да, дом Иньел сохранил свое место в чередовании, как бы, претендентов на корону Тары, но утратил монополию на Верховную Власть. Дело в том, что между 1014 и 1196 годами мы уже видим, что королями были и люди из дома Иньел, и потомки Брайана. Это дом О'Брайан и фамилия О'Брайан нынешняя. Это представители королевских домов Лейнстера и Коннахта. То есть, там все стали претендовать на Верховную Власть уже. В 11 веке, с 1022 года, когда Майл Сэхнайл умер, похоже, в Ирландии стала твориться полная неразбериха, и ситуация стабилизировалась только где-то через 100 лет. В 1119 году, там это 100 лет, там была череда абсолютно разных домов на троне Верховного Короля, а в 1119 году к власти приходит Тойр-дэл-Бах. По отцу он был из дома Коннахты. Ну, то есть, вот ветви Ибриуин, а впоследствии это стало называться фамилия О'Коннах. То есть, вот оттуда идет фамилия О'Коннах. А по матери этот Тойр-дэл-Бахт был праправнуком Брайана Бору, то есть, был как бы связан очень тесно с домом О'Брайан. И вот этот вот человек, Тойр-дэл-Бахт, наследовал по отцу корону Королевства Коннахт еще в 1106 году, а после смерти своего дяди, короля Мунстера из дома Брайана, также, как бы, включился в борьбу за Южное Королевство. И где-то с 1119 года можно сказать, что он эту борьбу выиграл. Он стал де-факто Верховным Королем, он разделил Мунстер, часть земель присоединил к Коннахту, то есть, к своим землям, а часть осталась за домом Брайана. Но те, де-факто, признали себя подчиненными Верховного Короля с 1120 года. И вот этот Тойр-дэл-Бахт правил до своей смерти в 1156 году. Сделал довольно много для модернизации Ирландии. В частности, он попытался впервые передать корону в рамках своей семьи, отойдя к давней традиции чередования королей на Верховном престоле. Но это ему не удалось. В 1156-1166 годах в Таре правил представитель дома Иньел. А вот с 1166 года трон Верховного Короля занял уже сын Тойр-дэл-Баха Руайдри. Ну или же в латинской версии Родерик. В принципе, Руайдри, можно сказать, что он выдержал довольно сложную борьбу, кровавую борьбу за власть, показал себя талантливым военачальником, чем-то напоминал Брайана Бон. Проблема была лишь в том, что в Англии его соперником, или современником скорее, был еще более сильный и могущественный король-денский король. Нормандские бароны начали экспансию с определенной страны еще с самого конца 11 века. Вот после завоевания Англии они потихоньку начали на юг Уэльса проникать. Ну и потом переключились на юг и восток Ирландии. Они за 100 лет взяли под контроль королевство Лейнстер и восток Мунстера. Руайдри сражался с ними с переменным успехом. То есть Руайдри это уже вторая половина 12 века. То есть он некоторые замки взял, некоторых нормандских баронов изгнал. Но в 1171 году он терпит поражение у Дублина. И в 1175 году ему приходится ехать на поклон к Генриху II. Признавать себя вассалом английского короля в надежде, что тот утихомирит своих баронов. Но Генрих то ли не мог, то ли не хотел это сделать, тут уже мы точно не знаем. Не забудем также, что у него был младший любимый сын Иоанн, будущий Иоанн Безземельник. Но это он королем Англии станет еще не скоро. А Генрих еще при жизни как бы хотел создать королевство в Ирландии для вот своего младшего сына. Но тем не менее там Иоанн, как мы говорили уже в выпусках об истории Англии, он показал себя не с лучшей стороны, как лорд Ирландии. Корона там в итоге не получилась. Но ирландский долг, вот этот король Руайдри, не удержал власть. Он отрекся от престола в 1183 году. Правда, можно сказать, что несколько раз потом он возвращался к власти на короткие периоды, но де-факто это был конец. То есть 1181-183 год, когда Руайдри отрекся от власти, можно сказать, что это был последний, настоящий верховный король Ирландии. После этого там все дезинтегрируется. Там много уже контролируют нормандские бароны, то есть вот англичане, можно сказать. Другие земли контролируют местные короли. Они никуда не уходят, они сохраняются. Но такая вот история Ирландии, как более-менее единой общности, наверное, заканчивается. Ну и это еще не конец высокого средневековья, но это конец нашей истории в данном цели. А в следующих выпусках мы поговорим о социальной, политической, правовой стороне жизни ранней средневековой Ирландии и также о узландской церкви. И на этом закончим третий сезон. Так что подписывайтесь на мой канал YouTube, присоединяйтесь к моему сообществу на сайте patron.com.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co. Оставайтесь на этом канале. Благодарю вас за внимание. И до новых встреч.